Начну, давайте, знаете, с чего. Как обычно я начинаю, если вы заметили, то в начале урока я всегда говорю, а вообще надо ли это нам, о надобности, о целенаправленности, да, то, что это очень важно, то, что мы делаем. И сейчас я хотел бы просто, пока не буду ничего показывать на экран, просто вам прочитаю из нескольких посланий апостолов, знаете, апостолы, это был их путь увеличивать общину и делать ее качественную, понимаете, апостолы, когда Машех уже воскрес, он вознесся, все, у них задача стала такая, да, быть и количественно, и качественно. Быть обученными, быть собранными, да, стать большой-большой общиной, да, распространить благую весть до конца, да, и благая весть действительно распространилась благодаря вот этим вот величайшим знаниям и откровениям первых шлихим, апостолов, да, те, кто совершали свое служение качественно, да. В посланиях говорится о таких людях, которые просто болтают, болтают, но не делают, да, те, которые учат, учат, но не выполняют до этого. Я вот сейчас вам прочитаю такие вещи, я хочу прочитать из первого послания Коринфянам, это восьмая глава, и такой там текст написан с самого начала, первые четыре стиха. О идоложертвенных яствах мы знаем, да, потому что мы все имеем знания, очень важно, мы все имеем знания, он говорит, да, но знания, говорит, надмевает, интересно, да, а любовь назидает. Вот я неоднократно слышал упреком даже, слышал это в свой адрес, когда совершал попытки изучения, глубокого изучения текста в Писании. Меня это всегда возмущало, то, что это говорилось, вырвав из контекста, это говорилось почему-то мне, тому, кто ищет Божьего Слова, ищет знания от Бога. Ладно, если бы я там искал каких-то знаний вне божественного откровения, вне Божьего народа, да, или вне Божьего социума, языка, культуры, да, если бы это я искал какие-то знания, поехал там в Тибет и искал бы какие-то их знания, да. Что я тоже не говорю, что это плохо, да, я просто пример привожу, да, но тут я ищу, допустим, знания в Библии, пытаюсь об этих знаниях рассуждать, общаться, говорить, и мне это как палкой в колеса ставят, говорят, вот, знания, говорит, мы имеем знания, да, но знания, говорит, надмевает. И вот эту вот фразу, выдернув из контекста, люди часто используют. Я бы как бы, ну, хотел не то, что привести к покаянию, да, но просто поразмышлять и прочитать, о чем же вообще здесь говорится. Вы видели, вначале говорится вообще об идоложертвенном, да, и говорится это, естественно, о еде вообще, да, тут совершенно даже как бы, ну, такого, что там о еде знает, ну, кто, ну, как бы все хозяйки умеют готовить, посуду помыть и все такое, да, по большому счету тут говорят, да, знаю я, как готовить и знаю, как посуду мыть, но эти все знания, они надмевают, да. Ну, давайте прочитаем дальше, чтобы не говорить лишнего. Кто думает, второй стих в этом же главе, в этой же главе, кто думает, что он знает что-нибудь, это уже концепция, вот это уже концепция, да, тот ничего еще не знает, как должно знать. То, что там написано, знание надмевает, а любовь назидает, это не концепция, это именно в контексте знаний о идолослужении, да, то, что ты начинаешь ковыряться в идоложертвенном. Между прочим, в букве ВАВ мы сегодня будем говорить о идолослужении, и она очень нам поможет разобраться в этом вопросе. Третий стих. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. И вот об этом я и говорю. Вот я полюбил когда-то Бога, и я получаю от Него знание, раскрывая Библию, неважно в каком месте. Да, в Ветхом Завете, так называемом, Новом Завете, так называемом, я открываю Библию, получаю от Него знание. И мне, когда говорили, что знание надмевает, я вот говорю, прочитайте через один стих, дальше. Здесь же говорится, это же от Бога знание. Я люблю Бога и получаю, беру у Него знание, мне дано знание от Него. И это же прекрасно. Четвертый стих. Итак, это говорится вот вообще о чем. Об употреблении в пищу идола жертвенного мы знаем. И так он говорит. Итак, вот о чем вообще речь. Давайте не будем уклоняться ни туда, ни сюда. Об употреблении в пищу идола жертвенного мы знаем. Что идол в мире ничто и что нет иного Бога, кроме единого. И здесь как бы не будем сильно углубляться в тематику. Но я хотел бы разбить вот этот миф, что знания надмевают, а любовь назидает. Да, любовь, вот именно, любовь, она назидает. Тогда, когда ты полюбишь Божье Слово, у тебя просто не останется других вариантов, чтобы его не кушать, исполнять, чтобы жить им. Да, когда ты любишь Бога, Он тебе дает знания. Да, Он тебе все дает, Он тебя назидает. Так оно и есть. Но тогда какие же знания надмевают? Знания здесь надмевают именно тогда, когда люди берут какую-то концепцию божественную. Да, и начинают из этой концепции делать целое учение. Например, о идоложертвенном. Да, вот ты сейчас пойдешь, допустим, за стол там к своим через третьего брата, сестры, родственникам. А у них там баран, которого они на курбонайт зарезали, и ты будешь кушать идоложертвенное, тебе это нельзя. Это лишнее. Здесь это утверждается в четвертом стихе. Что у нас все, у нас нет иного Бога, кроме единого Бога. И это очень важно. И в этой концепции, вот то, что я сказал, кто думает, что что-то знает, тот ничего еще не знает, так как должно знать. В этой концепции как раз-таки подойди, каждый человек должен подойти с позиции незнающего. Да, хорошо, давай будем учить, давай изучим этот вопрос, давай. Вот эта концепция будет на пользу. В этом я вижу, что есть определенная личность, враг, его называют враг сынов человеческих, враг рода человеческого, да, его называют. Он обманывает людей, он обманывает людей, вырывая из контекста, да, и не дай Бог нам тоже обманываться, вырывать из контекста, хотя мы тоже этим иногда можем увлечься. Это наша сущность человеческая, да, для этого нам и необходимо собрание и община, где мы можем где-то чуть-чуть подрихтовать наши эти края, углы. Так вот, этот враг рода человеческого, обманщик, да, он хочет добрые семена, посаженные, да, вот Господом, добрые семена. Он хочет их превратить в плевелы, да, вечно заблуждающихся, неопределенных, которые вот, дальше я про них прочитаю, что такое плевелы, я приведу из притча о плевелах, да. Придя же рабы, домовладыки, сказали ему, господин, не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы? Вот эти, да, люди спрашивают. А он же говорит им, враг человек, ну, враг рода человеческого сделал это. Как бы я сажал нормальные семена, действительно, но враг он обманул, он обманщик, да. Ну, и вы знаете, как дальше продолжается притча, ну, чтобы вы понимали, да, что у врага такая цель, у него такая задача немножко тебя обмануть, где-то немножко тебя обокрасть, где-то, чтобы ты чего-то недополучил, чего-то не узнал, чего-то ты закрыл, как бы, да. Поэтому я прошу вас быть внимательнее. Враг говорит, что знания надмивают, и мы после этого думаем, да зачем нам учиться, зачем нам искать эти знания в Господе, да. Мы теряем жажду к знаниям божественным, да, к откровениям. Мы говорим, что где я родился, там пригодился, я там русский, я там казах, я там узбек, все, не буду ничего учить, буду учить там путь Абая, и легче станет. Мы говорим там, я, хотя это тоже, да, нужно учить, я не против, просто я имею в виду, как пример, да, мы перестаем читать и изучать Библию, там, говоря, что знания надмивают. Будем просто слушать ветер. Ветер, кстати, рог, да. Потом мы что говорим, я это не могу, это не мое, да, там, направление, да, там, мне уже поздно, кто-то говорит, кто-то говорит, мне слишком рано еще, да, поживу еще, потом успею, ну, успею еще поучиться и Библию почитать, да, сейчас не время. Но познание Божественного Откровения, это и есть вообще, по сути-то, по идее, это и есть то, для чего мы здесь сегодня вообще, на этой планете, в этой жизни. Это и есть то, для чего Машех умирал на Голгофе, понимаете? Именно для того, чтобы мы познавали Божественное Откровение и, соответственно, с ним жили и действовали, да. И тогда мы становимся его учениками и апостолами, да, именно тогда. Второе Тимофея, третья глава, 15-17 стих, он говорит, Павел, при том же ты из детства знаешь священные писания, говорит, да, которые могут что сделать? Умудрить тебя во спасение верою в Машеха и Шо, да, в Иисуса Христа, он говорит. Они тебя умудрят, твои знания, понимаете? Вот, вот вам концепция, то, что писания, которые Тимофей учил с детства, а это Тора, это пророки, они ничего иного не могут сделать, как только привести к Машеху, умудрить во спасение с верой в Машех. 16-й стих, все писание богодухновенно, говорит, и полезно для научения, понимаете? Знания надмивают, здесь не пройдет, это не об это, это не из этой песни и пьесы вообще. Для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да, вот оно, Писание, для чего нам? И когда мы изучаем Писание, мы разве учим из Писания, что, а давайте мы убьем всех грешников? Ну нет же, мы же учим, а давайте мы убьем в себе грешника, да, грех убьем в себе, мы говорим, когда мы учим Писание, к праведности наставления. И 17-й стих, да будет совершенен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Он начал с чего? Ты же, говорит, с детства приготовлен. Это круто, говорит, все Писание богодухновенно, это еще круче. И он говорит, будет теперь каждый человек к всякому доброму делу приготовлен. С детства давайте учить его священным писаниям. Так же, как и тебя, Тимофей, он, понимаете, какую параллель проводит? Приготовлен к делу, на дело пойдем мы, ребята, понимаете? Не просто поболтаем об еврите, об откровениях и забыли. А мы это должны учить, мотать на ус, потому что это нам пригодится. Это нам очень важно, это нам очень нужно, потому что об этом будут разговоры, об этом будет общение, и у нас всегда будет что сказать. Потому что это божественный язык, это язык Бога. И когда мы знаем язык Бога, мы можем на своем, теперь на русском языке, наш родной язык русский, с детства я на русском, мы уже можем перевести какому-нибудь человеку, который язык Бога не знает. Понимаете, мы можем доступно ему пояснить. Мы будем приготовлены ко всякому доброму делу. Вот для чего нам нужно изучение. Писание, изучение алфавита, изучение и так далее, всего остального, то, что мы учим с вами. И сам я, римлянам, 15 глава, 14 стих. И сам я уверен о вас, братья мои, говорит Павел, что и вы полны благости, да, такие все благодарны, ну, вообще просто высший разум, исполнены всякого познания. Смотрите, как Павел, да, он говорит. Я просто вот, я уверен о вас, что вы исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга. Вот она цель. То, что вы можете теперь тому, кому чего-то не хватает, вы можете ему дать. Это же прекрасно. Когда чего-то, там, знаний не хватает, откровений не хватает. У нас полно их, у нас просто бездна богатства, премудрости. Если мы сядем вот так один на один с кем-то разговаривать, мы можем проговорить всю ночь, и еще плюс день, и еще плюс ночь. Ну, правда же? Делясь тем, что Господь дал нам. Поэтому, да, поэтому это вот это наше служение. Второе Коринфянам, 10 глава, 4-6 стих я прочитаю. Смотрите, я буду быстренько сейчас уже, да. Ну, тему поняли, о чем я говорю, что учиться надо, да. И он говорит, оружие воинствования нашего не плотские. Это значит, что? Вот сюда закладывать их нужно, да. Но сильные Богом. Что сильное Богом? Божье слово. На разрушение твердынь. Круто, да? У тебя есть Божье слово, и ты можешь Божьим словом твердынь разрушать. Есть целое улучшение. На разрушение твердынь. Ими не спровергнем замыслы. И всякое превозношение, восстающее против чего? Познание Божие. Знание. Это знание. Познание Божие. Божий язык. Божий народ. Божьи праздники. Божьи традиции. Божья Тора. Божьи пророки. Божьи откровения. Машехи сын Божий. Познание Божьего. И он говорит, и мы пленяем всякое помышление теперь. В послушании Машеху. Он говорит, теперь все понятно становится. Это он знает, о чем говорит, да? А мы теперь здесь сегодняшние, мы от обратного пошли. Мы Машеха приняли. А теперь начали знания учить. А некоторые под влиянием врага человеческого говорят, они не виноваты. Ну, бывает такое. Просто где-то что-то они говорят. Это тебе знания надмевают. Тебе надо в любви практиковаться. Аминь. В любви практиковаться тоже надо. Это я даже не сомневаюсь. И готовы наказать всякое непослушание. Когда ваше послушание исполнится. Вот оно. Дела. Вы должны быть приготовлены к делам. И он здесь же говорит, ваше послушание исполнится. Исполнится это означает, сделаешь ты что-то. Чему ты учишь, ты еще это и делаешь. Чему тебя Бог назидает, чему ты от Бога научился, ты это еще и выполняешь. Ваше послушание исполнится. Вот оно. Вообще, это просто один в один. Все бьется в посланиях. Я читаю вам с разных посланий и разные ситуации. Ефесянам 4 глава 13-14. Да коли все придем в единство веры. И что? И познание Сына Божия. Это говорится о знаниях. Нужно его познавать. Это не говорится, что ты узнал. Да, сказал один раз. Иса, Иисус, Ишо. Это мой все спаситель. Но познание, это процесс познания, постоянный процесс углубления, изучения. Я вам скажу то, что там есть чему поучиться у Сына Божьего. Мы как бы перейдем в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Понимаете? Наше знание, по нашим знаниям определяется возраст Христов. Не по нашим телам и не по нашим, как сказать, немощам. А именно по нашим знаниям Бога. Как мы знаем, приближаясь. Как мы познаем Машеха. А Машеха это Слово Божие. Как мы познаем Слово Божие. Как мы познаем. А Слово состоит из букв Божьих. Мы с вами буквы изучаем. Божие. Чтобы всяким ветром учения не увлеклись. Потому что если тут ничего не будет, ветер дунет и все. И полетели. Станем плевелами. Первая Тимофея, вторая глава, четвертый стих. Опять Тимофея читаю. Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Спастись это одно, но еще и достигать познания истины. Познание истины. Поставим себе эту цель. И вот я обещал прочитать. Я не хотел этот вообще брать пример. Но я думаю надо. Это второе Тимофея. Очень сложный текст. Не буду углубляться на нем. Но просто, чтобы вы его услышали. Коротко прокомментирую. Второе Тимофея, третья глава, шестой, восьмой стих. К сим, к ним, к этим, принадлежат те. Да, тут возможно из контекста. Но я сейчас поясню. «Которые вкрадываются в домы и обольщают женщин». Каких женщин? «Утопающих в грехах, водимых различными похотями». И вот этот стих очень важный. Я его хотел отметить. Смотрите. Это есть такие, допустим, проповедники. Ну, контекст этого. Есть такие проповедники или учителя, или верующие какие-то. Которые любят лапшу на уши вешать этим женщинам. И теперь вот этот стих охарактеризовывает. Седьмой стих третьей главы, второй Тимофея. Он охарактеризовывает этих женщин. Всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. Постоянно там учатся, 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 учатся. Им так нравится сам процесс, как говорится. Но познание истины что-то вот не дает им. И он сравнивает этих людей, он сравнивает с такими людьми. Он говорит, как Иоанни и Имври противились Моисею. Эти двое – это были волхвы египетские. В Писаниях их имен нет. Есть такой текст «Таргум». В «Таргуме» есть имена вот эти. Апостол Павел читал «Таргум». Там он эти имена знал. Это волхвы египетского фараона. Он говорит, они противились Моисею. Помните, когда Моисей делал там какие-то вещи и говорил, отпусти мой народ. Они говорили, да мы тоже можем делать такие вещи. И он их сравнивает. Так Исии говорят, противиться истине. Люди, развращенные умом, невежды в вере. Разращенные, о чем мы говорим? Умом. Потому что их ум не для плода. Плевел. Плевел. Он не приносит плода. Я с чего начал? Понимаете? Машех – это и есть знание. Это и есть цель. Это и есть истина. Это и есть знание. Изучая Алифбет, буковки вот эти, мы изучаем Машеха. Мы его как по косточкам проходим. Потому что он, то, чем сотворен весь мир. Двадцати двумя буквами мир сотворен этими. Понимаете? Вся Тора написана на этих буковках. Для чего нам учить иврит? Для чего нам учить эти буковки? Именно для того, чтобы познавать, углубляться, знать Машеха. Знать его, узнавать его везде, куда бы ты ни пришел. Ты сразу же каким-то таким неведомым чувством ты сразу же чувствуешь. А здесь Машех тебя привел сюда или еще какой-то обманщик. Познавать его природу. И поэтому там, с чего я начинал, там написано, кто любит Бога, тому дано знание от него. Кто любит. Вот в этом и есть. Полюбил я Машеха. Полюбил его Тору. Полюбил Бога, который, Бога Отца, который его послал сюда. Я полюбил. И поэтому он мне дает знание от него. Но любви лишь только как. Любовь, она не заключается только в чувствах. Мы это много раз учили. Она еще заключается в делах. То, как ты берешь его слово и говоришь, а это не мне. Или ты берешь его слово. Ну вот, допустим, муж говорит там, ну вот у меня сейчас вещи висят. Постирай вещи, да, жене. А жена говорит, это он не мне сказал. Да, ну и все. И никто вещи не постирал. Ну вот то же самое, да. Слово дано. Он говорит, вот мой народ должен мое слово соблюдать. Та любовь, которую мы имеем, да, она и будет нас возбуждать, в нас возбуждать вот эту тягу к познанию, любознательность, да, вот в еврите, в торе, в законе божьем, в праздниках, да, любознательность. Бог, он настолько велик, да, мы имеем доступ к этому величию, да, к его познанию. Он говорит, духа своего вам дают. Дух, который мы имеем, это называется дух святости. Он специально для нас отделенный дух, и мы отделяемся для него, и соединяясь в духе, оно в нас возбуждает желание к познанию, да. Он побуждает нас искать, копать, изучать, вот это вот познавать, да, но для дел, не для пустоты, как я прочитал про этих женщин, которые постоянно что-то учат, 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 им нравится, что им на уши вешают, как вот телевизор можно включить, и одни и те же новости, весь день, оно нравится, и нравится, и вот люди смотрят одно и то же, одно и то же, и весь мир смотрит одно и то же, и не хотят продвинуться даже, не чуть-чуть. Еврит – это тот язык, которым все сотворено. Эти вот эти буквы, да, те буквы, которые мы изучаем, они углубляют понимание того слова, которое мы учим в Библии. Мы, изучая, углубляемся. Это уже проверено на практике, понимаете, и нами, те, кто учат, да, и вами, я уверен, всеми, и теми мудрецами, которые были до нас, и теми верующими, которые были до нас, и всякими великими толкователями священных писаний. Это было проверено на всех языках. Огромные библиотеки, да, записаны вот этих знаний от Бога, они по сегодняшний день существуют на всех языках мира, и продолжают печататься божественные отпринания. Люди печатают эти книги, печатают что-то, вот знания, да, вот это от Бога, они комментарии за комментарием, к текстам библейским, к божественному откровению, да. Откровение божественно не останавливается, оно постоянно текет. И мы с вами сегодня уже в другом формате, мы в формате видео записываем эти откровения с вами, понимаете, уже не просто текст, уже не печатная, а в формате видео мы это все делаем. И поэтому мы должны расширять свой кругозор и изучать другие языки, не только иврит, разные языки. Потому что я вам скажу, даже на английском языке огромные библиотеки просто есть толкований священных писаний. На русском языке очень мало, на самом деле очень-очень мало этих толкований. Почему, допустим, пастор Валериан, он очень сильно полюбил Дмитрия Щедровицкого? Потому что это один из русскоязычных, да, уникумов, который знает много-много разных языков, и эти познания, они дают ему возможность писать эти книги на русском языке, да. Мало кто пишет так, как он пишет, да, с такими знаниями. Но нас всегда сбивает постоянная какая-то суета, заботы там, мы что-то там, у нас есть всегда причины, мы хотим там что-то, о чем-то всегда, о другом говорить, про болезни, про войну, там, что там, ну вот, но Писание нам четко, Слово Божие говорит, это еще не конец, вот то, что все происходит, там, глады, моры, да, это плохо, все, это да, мы с этим не согласны, все, мы стараемся делать что-то, помогать, но Писание говорит нам, это еще не конец, когда вы все это видите, не заостряйте на этом свое внимание особо, познавайте Бога, познавайте божественную сущность, божественное слово, это значит, не надо нам ничего бояться, понимаете, ничего, нам нужно добиваться высшего звания, по-русски, да, мы привыкли говорить алфавит, да, но это тоже альфа, вита, алиф и бейт, альфа и бета, да, а алфавит, это одно и то же практически слово, алиф, бет, или алфавит, алфавит, это по большому счету, если хотите, сценарий, сценарий всего творения, это вот запрограммированный код творения всего тварного, материи, всей, это даже запрограммированный код каждого человека, каждого существа, каждой сущности на земле, почему мы так досконально его учим, почему каждую букву пытаемся вытащить и познать принципы, и вставить эти принципы в нашу жизнь, потому что если мы будем соответствовать этому сценарию, тогда наша жизнь будет по слову Машеха, тогда мы будем ему угодны, мы будем правильно жить, он скажет, ты был моим учеником, истина, потому что ты правильно сценарий выстраивал в своей жизни, по моему алиф, бету, ходил ровно, ходил правильно, но если мы не будем ходить, мы благодаря этим знаниям можем понять, допустим, у меня дома проблемы, я что делаю, ищу букву бейт, это дом бейт, ищу букву бейт, и начинаю искать, а что же бейт, а что же там вообще должно быть, а там оказывается у бейт должен быть глава, лидер, сильный лидер, алиф, ага, и тогда ты будешь аф, и я смотрю, если этот сильный лидер, если я не являюсь этим сильным лидером, если у меня нет алиф, у меня нет бога, у меня нет этой силы, вот у меня почему дома проблемы оказываются, давай-ка исправлять, а если у меня в бизнесе проблемы, я ищу букву гимель, потому что гимель это богатый человек, я ага, в бизнесе гимель, так, а что делает гимель, богатый человек дает, гимель, он дает, ага, значит я не даю, и начинаешь, понимаешь, если в твоей жизни есть проблемы какие-то, обращаешься, а проблемы в служении, со служением, да там, а ты смотришь букву далит, букву далит открываешь, ага, это бедный человек, ну, если в служении у тебя проблемы, ты бедный человек на самом деле, Ага, открываешь букву Далит, что там? Это дверь. Значит, что? Значит, открой дверь и выходи, иди, двигайся, делай что-то. Не сиди на месте, не сиди за этими дверями. Открой дверь, стучись в другие двери, открывай другие двери, больше дверей открывай, еще больше открывай дверей. Далит – это дверь, надо их открывать, не надо за закрытыми дверями. И так далее можно продолжать и продолжать. И вот этот сценарий алфавита, он действительно мощный. И мы попали вот в эту букву с вами, буква Вав. И, конечно же, мы начнем читать с вами Тигилим 119 или Псалом 118 из 41 по 48 стих. Мы читаем с вами 8, напоминаю, стихов из этого Псалма. Все предложения начинаются с той буквы, по алифбету, как я уже говорил, свойственной этому разделу. И этот раздел все начинаются с буквы Вав. И если вы посмотрите на экран, то вы увидите, каждый стих начинается с буквы И. И да придет, и я дам, и не отнимай, и храните, ходите. Понимаете, что такое буква Вав? Она уже здесь показывает себя. И, да? Соединение. Я и ты. А и Б сидели на трубе, да? Что осталось на трубе? И осталось Вав вот это, да? Давайте мы прочитаем. И да придет ко мне милосердие Твое, Бог спасения от Тебя, по слову Твоему. И я дам ответ, поносящему меня, ибо уповаю я на слово Твое. И не отнимай совсем от уст моих слова истины, ибо на правосудие Твое уповаю я. И хранить буду учение Твое всегда, во веки веков. И ходить буду на просторе, ибо повеления Твои искал я. И говорить буду о свидетельствах Твоих перед царями, и не буду стыдиться. И увлекаться буду заповедями Твоими, которые я люблю. И вознесу я руки своих заповедям Твоим, которые я люблю. И рассуждать буду об уставах Твоих. Как круто, да? Как круто. И вы заметили вот это И, да? Всегда И. Следующий слайд мы включим. Перед вами вот эта буква ВАВ. Числовое значение этой буквы 6. И я уже говорил, да, точнее в объявлении вчера я писал, что это число человеческое, да? И гематрия тут действительно интересная у этой буквы. Буква ВАВ, она символизирует совершенство этого мира. То, что Бог, Он за 6 дней сотворил этот мир. В 6-й день, Он сказал, ТОФМЕОТ, да, весьма хорошо. Совершенный мир появился на 6-й день. У нас есть заповедь 6 дней такого человеческого, число человеческое. 6 дней мы трудимся, вот так, как человеки, да? А 7-й день мы отдыхаем, как Боги, да? Так же и как Бог. Ибо ты отдыхал, и мы, как ты, хотим отдыхать. Бог почил, и мы вот такие, как будто бы мы Боги все. Мы взяли тоже и начали отдыхать на 7-й день. Уподобляемся Богу. 6 дней трудимся, число человеческое, 7-й день Шаббат. То же самое, 6 лет Землю обделываем, да? У нас 7-й год, год Шаббат, год Шмита, да? Нельзя в этот год ничего сажать, не собирать, да? Земля должна отдохнуть. Это полностью приземленная буква, да? Вот видите, она как пика такая ровная, да? 6 тысячелетий эта планета, она живет вот в этом состоянии, вот в этом постоянной борьбы, страданий, испытаний. Потом и кровью добывается хлеб, да? Вот это все. А 7-е тысячелетие, мы верим, мы надеемся, это будет тысячелетие Машеха. Это будет полный хофеш, это мир, шалом придет, да? Мы говорим Шаббат, шалом, 7-й шалом. Пусть будет вот 7-е тысячелетие, шалом будет от Машеха. И здесь мы с вами видим, что слева красная звездочка Маген Давид. Это шестиконечная звезда, указывающая, да, на шесть сторон, шесть сторон света. И в центре мы видим, да, раз уж мы говорим, шесть дней работаем, 7-й шаббат. И в центре мы видим большое, пустое такое место. Это место внутри нас, которое мы должны освобождать для его духа, для его учения. Вот это вот место для духа, место для 7-го, для Шаббата. Дальше, каждую точку в пространстве мы можем определить по шести координатам, да? Это координаты, когда мы скидываем в WhatsApp геолокацию, да? Там за этой геолокацией спрятаны координаты этой точки, где ты находишься. И там шесть параметров у этих координат. По шести вот этим значениям спутник находит, куда к тебе прийти, куда к тебе приехать. И я верю, что и Господь по этим же, мы у него на оси координат все, все, представляете, каждый. И он нас находит моментом, мы все записаны в книге жизни, он просто как вот, ну, по подобию того же, да, этого Google карты или там Яндекс карты, он нас находит моментально, только ему что-то нужно. И вот шесть сторон света, да, это север, юг, запад, восток, верх и низ, да, глубина и высота. Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, да. И вот познать вот эту вот любовь Машех, вот, вот это все для человека, оно все есть, оно все создано. Шесть материков. Вы видите здесь карта Земли, и у нас есть шесть материков. Это Евразия, это Африка, это Северная Америка, это Южная Америка, это Австралия и Антарктида. Эти шесть материков, вот так они разделены на шесть частей света, да, у нас есть шесть частей света. Есть Европа, есть Азия, есть Африка, есть Америка, она полностью, да, хоть и два континента, но она объединена, называется полностью Америка. Есть Австралия и Антарктида, да, это шесть частей света у нас есть. Также мы видим посередине две буковки шин, видите, вот такие две, две буквы такие вот, с тремя такими Хотелось бы заметить, что вообще вот такая палочка, которая рисуется, изображается буква ВАВ, эта палочка, она есть в каждой букве еврейского алфавита, такие палочки. И уже на нее что-то обрастает в разные стороны, либо сокращает ее до юда. Эта палочка, эта черта, помните, когда Ишоа сказал, ни одна йота и ни одна черта. Когда он сказал о черте, он сказал о букве ВАВ, не придет из закона, не выпадет. Вот эта черта, она есть, не придет из закона. Вот эта буква, цифровое значение у нее 6. На иврите слово 6, оно немножко созвучно с русским словом, оно читается как шеш, переводится шеш. И вы видите две буквы шин, вот здесь желтенькие в центре, золотые такие. Это именно это слово 6 на иврите, шеш. И мы видим, что здесь, если посчитать, увидеть, то здесь мы видим 6 букв ВАВ. 6 букв ВАВ, понимаете, в одной шин есть. До того, смотрите, какой язык чудесный, какие буквы, само изображение, какая заложена информация, какая логика. Глубочайшее откровение. То, что, смотрите, даже шеш, мы видим то, что именно шестерки, 6 шестерок, 6 букв ВАВ. И это видно невооруженным глазом. Мы, помните, говорили в прошлый раз, хей, вот это вот 5 пальцев, хей. А вот это ответвление, сама шестая рука, вот сама рука, да, вот это предплечье, да, вот это все. До плеча. Это шестая же часть от ладони, да, вот эти 5 конечностей выходят. А вот эта шестая часть, куда она идет? Она идет к телу. Она соединяет 5 с большим-большим телом. Буква ВАВ, я говорил, она уже как И, она и выполняет функцию соединения. Она соединяет, да, она соединяющая буква. В грамматике буква ВАВ это соединительный союз И, да, само по себе понятие союз, да, союз И. Вот союзы, они соединяют слова. Это слово, это слово соединить будет, будет что-то вместе, будет объединенно. На иврите это звучит В, да, ВАВ. Допустим, мы говорим Шаббат. Шамор Везахор. Это означает помнить и хранить. Шамор Везахор. Нужно и помнить Шаббат, и хранить. Вот это В. Это как соединительный союз. Он связывает слова и вообще любые части предложений. Все, что нужно связать и прочитать вместе, всегда говорится В. Иногда эта буква читается как О. Иногда эта буква читается как У. И вообще я думаю, что это главная буква, еще знаете почему? Потому что как бы в древности вот эти древние астралопитеки, как вот эти люди, они только эту букву узнали, мне кажется. Вот как бы, ну вот. Может, это мое как бы такое субъективное, но они только вот так. Вот так разговаривали, да, люди? Вот эту букву ВАВ, они только ее говорили. И поэтому, как бы, ну вот я так думаю, что она очень важна. Вот эта палочка, да, все вот с палкой-копалкой идет, вот, У-У-У, и везде палки эти рисуют. Вот. Понятно, да, что все буквы важны. Мы говорим, что каждая буква, она важна. Не только ВАВ, да, важнее всех. Они все важны. Это все равно, что как в природе, да, там, что важнее, мужчина или женщина, да, там, или там, кошка, или там. Фламинго, или там телевизор, или интернет, да, что важнее. Да все, оно важно, все, оно есть, как бы. Тут нет такого, что это не нужно вообще, да. Мы говорили недавно, только исчезнут все пчелы на планете, все. Все, начнет все вымирать. Потому что опыление перестанет происходить, да, и все. И как карточный домик все разрушится. Поэтому вот этот союз, он необходим. Все соединено в этом мире, понимаете. Все соединено в этом мире. Давайте еще один слайд я открою вам. Интересный слайд. Я вот тоже чуть-чуть смеялся. Так хохотался. Посмотрите вот на эту букву, да, вот она беленькая, ВАВ, да, вот такая. Она вот так стоит по вертикали. Вот, вы ее видите, она по вертикали вот так стоит такая прямая, да, буква. Красиво, да, стоит. И вот прямой вот такой человек, когда он стоит, да, он вертикальный вот этот человек. Он живой, да. А вот, допустим, если человек горизонтальный, он уже все. Либо, ну, либо он на подзарядке, да, так скажем. Либо он не живой, да. Если он постоянно лежит, вот, ну вот. Ну вот, как бы вот эта живость, вот эта прямота этой буквы, да, вот как бы. Мы должны быть прямыми, живыми, больше стоять, чем лежать. И вот, смотрите, я здесь изобразил крокодила Гену. Вот вы видите в нем злого крокодила. Вот вы же видели крокодил? Он же обычно вот так ползает, да. Ну вот, не вертикально, он горизонтально. Даже из крокодила можно сделать вот такого милого, доброго. Просто его поставить на две ноги. Его поставили на две ноги, да, выровняли. И он стал такой добрый, он сразу очеловеченный такой, да. Вот как бы в этом и есть, да, то, что праведник упадет, да, семь раз. И семь раз должен что? Встать, да. Он должен встать. А наша задача подымать, подымать. Не надо, чтобы лежал. Вставай, вставай, все, хватит спать. У меня собака утром приходит и начинает ручать. Мы встаем, а она перестает, как бы, да. Она нас, как мама в детстве, вставай, в школу пора. Поэтому надо подымать, да, вот, чтобы люди вставали. Вот крокодил Гена, еще и имя ему дал Гена. И вот этот страшный, коварный крокодил, который людей пожирает. Вы попробуйте, скажите, что добрый крокодил Гена. Попробуйте, скажите это людям, которые живут на Амазонке, да, где-то. Они скажут, ага, добрый крокодил. Понимаете, вот что делает эта сила вас, да. Просто соединить концепцию человека и крокодила поставить. Так, чек, чек. И все, работает. Жизнь начинается. Примота. В нашем мире оно все, все соединено. Все. Вот попробуй, отсоедини руку, да, уже сложно жить, да. Все соединяется. Посредством Божьего Слова все сотворено и соединяется. Все, материя, да. Там разбитый бокал, он нам уже не нужен, если он разъединенный. Да, нам нужен только целый бокал, да. Нам нужно все цельное, все собранное, да. Мы соединяем это. Вот это сила буквы ВАВ, соединять. Мы вот, это посох, да, взял посох и пошел. И благодаря посоху ты пройдешь на 10 километров больше, чем без посоха. Это сила, дополнительная сила, да, соединяющая. Ничего бы не было материального в этом мире, если бы не было бы этой силы. Давайте перейдем к четвертому слайду. И вы увидите здесь уже несколько слов. Первое слово, оно так и читается, ВАВ. Можно прочитать как ВУ, зависит от огласовок, да. Вообще, как бы, чаще говорят ВАВИТ. Это в множественном числе, это крючки. Вот когда, помните, строили скинию, и там были вот эти крючки всякие, да. Вот это, ВАВИТ. Вот эти крючки были, да. Вот именно вот эта буква ВАВ, она как крючок. Кто рыбаки знает, да, что такое крючок. Он соединит так рыбу с твоей удочкой, что уже все, ничего не разъединит. И вот это крючок или гвоздь, да. Вот в прошлом слайде, я забыл прокомментировать, вот видите, красная такая буква, как будто английская Y, Y, да, Y. Это, это как раз таким нам показывает финикийское изображение этой буквы. Древние финикийцы изображали букву ВАВ вот таким вот гвоздик, это именно такие были деревянные гвозди в то время, да. Постепенно потом их уже начали делать, как мы знаем гвозди, но гвоздь, он выглядел именно так. И ВАВ это был гвоздь, да, именно крючок соединяющий. Гвоздем мы соединяем, деревяшки в деревяшки, гвоздем сбили, шуруп, гвоздь, крючок, неважно, да. Скрепка какая-то, да, то, что пронзает, соединяет это все, как бы, вот это и есть ВАВ. Недаром она как Y, да, переводится как союз Y. Дальше давайте быстро пройдемся по словам. Вот здесь мы видим шамор ВЗАХОР, я уже об этом говорил, смотрите, шамор красненьким здесь выделена буква ВАВ, это хранить. И следующее ВЗАХОР и соединяем. Видите, мы здесь видим, как она используется, эта буква, она читается здесь и как О, и как В, да, шамор, она как О читается, ВЗАХОР и как В она читается, да, это просто как пример использования этой буквы. Дальше мы видим слово, третье слово сверху, красненькое. Это название одной из книг, которую мы изучаем. Эта книга называется ВАИКРА, с иврита, ВАИКРА, переводится ИВОЗВАЛ, ВАИКРА, ВА, ВЭ это И, да, союз, ИВОЗВАЛ, переводится, ИВОЗВАЛ. Мы называем эту книгу ЛЕВИТ с вами, да, книга ЛЕВИТ, она называется на иврите ВАИКРА. И вот вы здесь видите первая буква ВАВ, также смотрите, еще одно слово, где она используется в одном же слове, она два раза упоминается, последнее вот слово внизу, ВИДУЙ. Она используется и как В, и как У, она используется здесь. И это слово, вот смотрите, ВАВЮТ, ДАЛИТ, ВАВЮТ, да, ДАЛИТ соединяет ВАВЮТ, две ВАВЮТ, да, и это ВИДУЙ слово читается. Что такое ВИДУЙ? ВИДУЙ это исповедь, да, что такое ДАЛИТ в центре слова, это дверь, да, что такое ВАВ, ВАВ это соединяться. Что такое ЮТ, что такое ЮТ, кто помнит, никто еще, мы еще не изучали букву ЮТ с вами, поэтому мы не будем сильно, с чем-то нужно соединиться, чтобы войти в дверь и там еще раз соединиться. Понятно, с чем соединяться? Мы должны соединяться с божественными силами, мы должны исповедоваться, да, мы должны рассказывать Богу о своих просчетах, проблемах, грехах. Исповедь – это ВИДУЙ слово. В общем, крючок, да, мы все поняли, что крючок, гвоздик, хочешь картинку повешать, тебе нужен ВАВ, забить его в стену, и картинка уже висит на том месте, где нужно. Вот этот ВАВ, соединяющий картинку со стеной, это вот это он и есть, он соединяет все. И тут я бы хотел коротко тоже задеть. Враг сынов рода человеческого, да, он здесь тоже помочил ноги, он здесь тоже смешал все карты. Написано, да, в книге «Откровения» написано то, что кто мудр, да, там пусть сосчитает число человеческое. Мы часто считаем, вот когда видим это 666, мы его часто считаем как число, какое? Число дьявольское какое-то, да. Давайте мы откроем сейчас, чтобы вот почувствовать, вот перед вами это число сразу же какое-то демоническое, да. И мы когда видим у человека 666, там у какого-нибудь Моргенштерна, наколка, да, или еще где-то видим это 666, у нас сразу же это вызывает какие-то эмоции такие негативные. Но здесь же все просто, здесь просто дьявол, когда украл, да, украл, когда эти человеческое, да, у человека украл, человеческое у человека, он хочет своровать человека у Бога, он хочет, помните, я говорил, клевелы сделать из хороших семян, понимаете? Но тут не пойдет, тут мы должны в эту букву, в 666, мы должны внести позитивный характер и ее забрать у дьявола. Мы должны забрать всех тех, кто стал ему послушным, кто пошел под его дудку плясать. И, возможно, поэтому я затянул сейчас, да, уже на целых 8 минут, но это того стоит. И вот он, он действительно борется, я знаю, что он борется, и он, ну, к сожалению, он проигрывает, потому что у нас есть учитель крутой, наш Ребе, наш Ешуа, наш учитель, он дает нам победу над врагом рода человеческого. Это все, род человеческий, род, человек, число человеческое, род, вот этот, вот, вот, наш род, мы все находимся в шестимерном мире, да, нам необходимо, вот говорят, есть 5 чувств, я в прошлый раз говорил, нам необходимо еще шестое чувство. Что такое шестое чувство? Это интуиция, то, что от Бога мы принимаем, это интуиция, это когда человек не только может там нюхать, трогать и так далее, да, чувствовать что-то, но еще интуитивно понимать, это соединение, это понимание, а стоит ли в эту лужу наступать или не стоит, да, а и дьявол, он это 6, он эту интуицию у нас ворует, и он ее ворует, и тогда, когда мы ему позволяем, он выигрывает, но мы не должны позволять. Не написано такого, что это демоническое число, написано, что это число человеческое, да, написано число зверя, но что плохого в звере, в зверях, что плохого? Я знаю многих людей, которые любят зверей больше, чем людей, понимаете, как бы тут поэтому не надо сильно стращаться, там число зверя, человек, это тоже как бы ученые говорят, что он тоже зверь, да, он тоже животное, да, но у него есть вот это шестое чувство, интуиция, которое его отличает от всех остальных созданий, от всех остальных животных, да, он имеет общение с Богом, он может что делать, я сегодня о чем целый час говорил, знания приобретать, может увеличивать знания, библиотеки создавать, компьютер, терабайты, вообще просто метабайты, да, создавать этой информации человек, все может. И вот здесь как раз таки, что, куда же дьявол уводит? Он уводит нас к идолопоклонству. Я уже неоднократно говорил, что между монотеизмом и политеизмом, которое мы называем идолопоклонство, есть всего одна разница. В монотеизме и в политеизме культы почти что одинаковые, что там танцуют, что там танцуют, что там громко молятся, что там песни поют, что там песни поют, что там каких-то жертвы, что там какие-то жертвы. Практически все одинаково В этих религиозных культов Но монотеизм От политеизма Отличает только одно В монотеизме Все крутится Вокруг Бога Это все Это железобетонно Бог, все, мы сотворены Мы люди, мы все животные Все, все, все Все в этом мире Для него Мы поем, нет, нет, никого Кроме Бога одно А в политеизме Все, вокруг кого Крутится, и даже Бог Вокруг кого крутится Вокруг человека Вот оно Куда, понимаете Шесть, шесть, шесть Человек, 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 я человек И это звучит Гордо Вот оно куда, понимаете Уводит враг Человеков Он Враг Человеков Он говорит Ты человек Ты человек Ты такой хороший человек Ты такой прямой Ты такой живой Ты вау, вау, вау По головке гладит И ты все Тебе ничего не надо У тебя есть ты И все Больше тебе ничего не надо Ты не одинок Я с тобой Твои фантазии Я тебе это И все И человек Вот это поглощается И он Трехкратная Шестерка в третьей степени Или как В общем, вы понимаете То, что Увеличение Человеческого В нашем мире Я один вау Как говорят же Вот он шестерка Да, я один во всего Понимаете Я один человек Все И у меня есть один Бог Да И я для него Но когда я себя считаю Я Триедины Я Шесть 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 Да там Я Я Я Я Я И мне Богов Не надо никого Никаких Богов Вот это увеличение Своего Эгоизма Раздутого Увеличено Шесть 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 Ибо говорит Число зверя Шестьсот шестьдесят шесть А мы у него украдем Мы украдем у него Это А давайте Вот мне сейчас идея пришла Да А давайте так сделаем Я буду с Богом Мой сын будет с Богом И мой внук будет с Богом Вот тебе три шестерки Да Мы будем Богу служить Да Вот они Три Не я буду Богом У своих детей Они будут мне поклоняться Да И я не буду поклоняться Своим детям Как некоторые родители И своим внукам Тоже не буду поклоняться Да Израташе Вот Я буду поклоняться Только Господу И мои дети И мои внуки Будут поклоняться Господу А я и дом мой Будем служить Господу Ну и еще один Сюрприз для вас На Уже на финале Так как У нас Песох Да Завтра Это Сейчас модно Говорит слово Пасхалочка Да Это пасхалочка Такой Неожиданный Сюрприз Там заложенный Где-то внутри И он реально Заложен Где-то внутри Смотрите В иврите У нас Вот сейчас Следующий слайд В иврите У нас 22 буквы С вами В нашем Лошона Кодыш В нашем Иврите Я его уже Свой называю 22 буквы Потому что Я уже С вами До шестой буквы Дошел 22 буква Это Таф Это последняя Буква Алфавита Мы помните Говорим От алиф И до таф Я есть начало Я есть конец Последняя буква Это таф В палео иврите Это вот такая Крестовина Букву таф Помните Книга Пророков Рисовали на лбу Букву таф Рисовали Это по сути Вот сейчас Мы говорили О 666 Но вот эта 22 буква Это печать Бога Это таф Это все Печать Последняя буква 22 Мы о ней будем Потом С Божьей помощью Говорить на 22 уроке По языку Мы будем Говорить О букве Таф В общем Она как крестик Исполняется Таким образом В палео иврите Какая же Пасхалочка Тут лежит Ишуа Иисус Он был Пригвожден Вот этими Гвоздями Вот этими Вав Он был Пригвожден Тремя Вот куда Сатан Где Где Сатан Украл Понимаете Три Вав Он эти Три Гвоздя Пригвоздил В него И прибил Это к этому Вот к этой Перекладине Ко кресту Вот этому Таф Он прибил Прибивается Распинается Машех Наш Завтра Песах Распятие Три Вот этих Вав Вбивается Три Вав Вбивается В двадцать вторую Букву В Таф Да Он хочет Вот этими Шестьсот Шестьдесят Шесть Нам Печать Бога Пронзить Печать Бога Таф Печать На лбу Да у нас Таф Печать Бога Кому интересно Глубже Потом можем Обсудить Это И я что Нахожу Я открываю Тору И самый Первый стих Берешит Бара Илло Им Это Шамайм Ве Это Арес Я считаю Один Два Три Четыре Четыре Пять Шесть Семь До Двадцати Двух И Двадцать Вторая Буква В Торе Какая Как вы думаете Вот что Володя Или кто-то Довид Кто Смотрит Вы скажите Какая Двадцать Вторая Буква Торы Внимательно Смотрите Вав 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 Точно Это Буква Вав И она Именно Вав Понимаете Как мы Можем Обратно Забрать К себе Эту Букву У дьявола Вытащить Эти Вав Из рук И из ног Нашего Машеха Забрать Я верю Что Бог Он Вот этими Категориями Нас Научает Он Притягивает Меня Лично Это Притянуло К познанию Торы Потому что В этом Первом Стихе Заложено Все В Эт Да Вот это Слово В Эт В Это Вав Двадцатая Буква А Эт Это Алиф И Таф Алиф Это Первая Буква Алфавита Таф Это Последнее И он Говорит В Эт Понимаете Вот этот Вав От начала И до конца Да Он должен быть Нашим Человеческим Человек должен Забрать У сатана И поклониться Богу Человек должен А не сатану А не Другим людям Не себе точно Понимаете Богу Должно поклоняться Богу Возможно Реально Богу Бог до того Велик Ему возможно Все Он может Даже вот так Двадцать вторую Букву В Торе Ставить Именно вав Чтобы мы поняли Ага Почему А вот так Вот Видал Да То что Вав Он соединяет Это соединяющая буква Она говорит Об единстве Она соединяет нас И мы соединяем Все Вав Таф Двадцать два Двадцать два Шесть Вау Шесть 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 Давайте будем Отвоевывать Эти духовные Границы Слово Божьего Будем Отвоевывать Вместе Во имя Ишуа Аминь Слово Божьего